Всем доброе утро, девочки мои! Что у нас сегодня за погода? Я смотрю, облачно, но тепло. 16 градусов, время сейчас полуосьмого утра. Но днём должно быть тепло вообще-то. Сегодня я опять проснулась раненько. И что-то в последнее время рано засыпаю и рано просыпаюсь. Но мне главное, что есть, что делать поутру пораньше. Я сейчас с девочкой сидела, монтировала видео там, где караоке. Где день рождения сестры мои отмечали. Вообще у меня получилось так, что я сначала снимала влог с Настей. Вот мы провели пятница вечер, суббота целый день. И я не знала вообще, что мы вечером будем в караоке. Я знала, что там в кафе где-то посидим. Я думала, вообще мы там будем одни, как-то без музыки. И в общем-то я много-то не планировала снимать. Думаю, ну чуть-чуть я сниму там гостей, стол, в общем, да, как бы и всё. А потом, когда уже я туда ехала, ну, во-первых, нас с Настей хорошо, что забрала дочка. Мы прям комфортно проехали туда, дочка меня обратно потом домой привезла. И когда мы уже ехали по дороге, только тогда мне уже дочка сказала, что мы не просто в кафе, а в караоке будем. Для меня это была неожиданность. Но когда мы туда уже зашли, и там столько музыки играет очень громко. Там были не одни мы, и там ещё два стола. Сначала сидели там тоже именинники мужского пола все. И потом ещё люди пришли, другие столики, в общем, позанимали. И потом, когда... Я вообще петь даже не собиралась. Потом, когда я уже слышу, что там мужчины поют, а не только свои мужские песни. Ну, вы знаете, какие песни обычно поют мужчины, выпившие на веселе. В общем, короче говоря, и мне немножко поднадоело уже слушать. Но я думаю, что нашим гостям тоже только мужские вот эти песни, там шансон, вот такое всё. И, в общем, решили мы тоже петь. Ну, караоке-караоке, микрофон передают от стола к столу. Что всё равно, значит, что-то надо петь. Ну, в общем, короче говоря, я не ожидала тебя. Я даже, честно говоря, давно уже не пела. Хотя вы и просили, но я давно уже не пела. И, в общем, даже не знала вообще, что у меня получится. Но я потом уже, когда монтировала сегодня видео, я слышала где-то там у меня немножко неправильные нотки. Ну, извините, а что делать? Столько лет не петь, да? Ну, в любом случае, в общем-то, я сначала хотела без звука это всё снять, там наложить свою музыку. В общем, и в конце влога там это дело немножко вставить. Но потом уже я поняла, что там, если мы будем петь, то это надо как-то поснимать. Раз уж такой случай выдался, а когда ещё в следующий раз такой случай выдастся. Но так как мы уже поём чужие песни, там, говорится, авторские права, нужно не нарушать. В общем-то, я решила тогда разделить свой влог на две части до караоке. И вот в караоке там небольшая часть, вторая отдельно сняла. Я просто знаю, что будут вопросы, почему как бы отдельно, почему так мало снято караоке. Ну, потому что это на, как сказать, на отдельное видео я не планировала снимать. Я планировала как кусочек в влоге. В общем, как вышло, так вышло. Но думаю, что, может быть, кому-то тоже понравится то, что вот это вот отдельно караоке. Хоть чуть-чуть, но, в общем-то, я сняла. И отдельным видео пусть оно будет на памяти, нам на память, сестре на памяти и вам, тем, кому нравится, как мы поём. Но я вам хочу сказать, что вот я сейчас сидела, монтировала вторую часть, вот эту вот, где мы в караоке. И, честно говоря, я всё время улыбалась, в общем-то, у меня даже, вы знаете, с утра такое приподнятое какое-то сразу настроение праздничное. В общем, классные эмоции, хорошие такие, остаются какое-то, знаете, что-то такое весёлое. В общем, приподнятое настроение у меня уже с утра. Так, ну, а сейчас у меня что? Начинается новый влог, в общем-то, новые занятия сегодня будут. Вот. И что я сейчас с утра собралась? Думаю, девочки, надо покраситься. Крашусь я, как вы уже знаете, это 10.0, ботаника, липовый мёд. Это цвет такой вот, которым я крашусь всё время. Он мне корни закрашивает хорошо всё, я не жалуюсь. Ну и, как всегда, концентрированный ампульный концентрат я добавляю туда. Ну, сейчас у меня защита цвета. Я их разный, то возрастной, то ещё какой-нибудь беру разный. Вот такой вот, ампулка такая небольшая, я туда её прям в краску добавляю и всё. Вот. Ну и сегодня у меня по плану снять вам в конце-то концов фаберлик. Я фаберлик забрала ещё с Настей. И вот я до сих пор его ещё не распаковывала, потому что вчера тоже я целый день, в общем, занималась монтажом. И отдыхала после гулянки нашей. Не ожидала от себя, что у меня настолько хватит. Ну, хватило. В общем, устала, ну, нормально всё, нормальное самочувствие, прекрасное, отличное. Так что мы ещё посмотрим фаберлик попозже, после того, как я накрашусь, покрашу волосы, вернее. И у меня там есть кое-какие новинки. Я же для похудения взяла кое-что, там, для кожи, что-то вот для похудения взяла. Мне интересно тоже, это уже не терпится всё проверить на себе, протестировать, попробовать и вам сказать, что я об этом думаю. Но это будет чуть-чуть попозже. А сейчас я, в общем, крашу голову, девочки. Всё, девочки, я голову уже помыла. Помыла, помыла. Так, а сейчас, пока у меня волосы подобраны, я решила вот эту масочку, которую я заказывала в прошлый раз. Это масочка, по-моему, это такая, которая пенится. Да-да-да, на картинке видно, что она пенится. И вот эта маска, это лифтинг и сияние. Я хочу посидеть немножко с масочкой, потому что потом уже волосы, когда я высушу, ну, их потом не захочется мне закалывать, подбирать уже сразу. Сразу несу масочку. Я, вообще-то, сегодня вроде бы как собираюсь в гости. Но это, как бы я так думаю, а там как получится. Посмотрим. Такой вроде разговор был. Так, значит, если она пенится, её надо по-быстренькому сейчас. Мне всегда проблематично вот эту вот маску развернуть как-то. В общем, у меня такой сегодня получается уходовый день. Ну, почему бы и нет? Надо когда-нибудь для себя тоже время находить, девочки. Мы же девочки, это надо делать обязательно, не знаю. Это у меня такая привычка уже с молоду, знаете, всегда находить время. Что тут у меня за ресничка попало откуда-то? Ага. Находить время всегда нужно для того, чтобы себя привести в порядок. Ёлки-палки, что это? О! Так. Вот она. Вот она. Так, внутреннюю сторону. Внутреннюю сторону. Я не по-русски говорю, знаете, иногда. Внутреннюю сторону надо на лицо. Так. Вроде бы так. Глаза на глаза. Оп-ля. Вот. Посижу чуть-чуть с масочкой. Лифтинга, сияние. Сияние нам нужно обязательно. Как же без него? Сияйте, звездочки. Так. Красота. Рот попал. Попал в дырочку. Всё. Я ещё хочу, девочки, уход за телом сегодня сделать. Я там заказала кое-какие средства для тела, для кожи. Ой. Всё не терпится мне. Это вам всё показать. Ну, я уже вам показываю, начинаю. То, что я вам говорила, протестить же надо. Вот это всё. Да, вот это вот в прошлый раз я брала. Получается, сейчас я протестить решила. На маленькое лицо это всё. То ли что, глаза у меня, либо глаза у меня большие. Что-то. Всё время маску эту никак по-человечески много положила. Так. В общем, как-то она мне легла. Не знаю, как. Ну, в общем, как-то так. Так. В общем, масочку я посижу там сколько? Минут 15-20 написано по времени. Да, вот как раз время засекла. Потом пойду я, девочки, купаться. Вот я вам как-то показывала давно антицеллюлитный вот этот вот скраб. Он у меня уже заканчивается. Но на один раз хватит мне. И надо будет заказать ещё. Раз у меня уже процесс похудения пошёл. Я когда не худела, я и не пользовалась. Другим скрабом пользовалась. Вот. И, в общем, заказала я ещё один крем. Там не один крем заказала. Там ещё кое-что. Но покажу вам сейчас. Вот, девочки, взяла я крема. Сейчас покажу вам, что я хочу. Да что ж такое, очки не оденешь теперь. Я просто хочу сейчас протестить. Потом вам подробнее покажу, что это я заказала. Видите, приходится вместо очков лупу одевать. Значит, заказала активный крем для коррекции фигуры термоэффект. Термоэффект. Это вот этот вот. Покажу потом поближе. А до этого я пользовалась антицеллюлитный крем-скульптор. В общем, эти оба крема, они практически одинаковые. Я думаю, что и по ощущениям будет тоже одинаково. Это должно быть жарко. Ну, в общем, это надо нанести в области живота, талии, бёдер, ягодиц. То есть, я собираюсь как искупаться с крабиком, нанести вот на область вокруг талии. Это вот этот крем. И ещё вот этот крем я взяла, крем для тела с технологией DeoFresh. Это антивозрастной, хороший запах придаёт. В общем, этот крем антивозрастной, хороший запах придаёт телу, это вот особенно людям пожилого возраста. Ну, попробую. Должен быть приятный аромат, я так надеюсь. В общем, на остальные участки кожи я нанесу вот этот крем. А там, где уже вокруг талии, там, ну, я не буду его наносить, потому что там будет другой. Всё, девочки, пока говорю, у меня тут маска съезжает, куда-то уезжает. Сейчас ещё немножко её подержу и потом смою и к вам вернусь. Вот, девочки, термоэффект пошёл. Но я на руку не мазала, случайно прикоснулась к телу, видите, красное покраснение и такое, знаете, как, ну, немножко, это, как, покалывание, что ли. Я намазала себе талию, талию бёдра, ягодицы. Наконец-то я освободилась уже, девочки. Мне то соседка пришла, то мне там письмо пришло, нужно было срочно ответить. В общем, короче говоря, продолжаем это дело, значит, покрасила я волосы. Всё, корни хорошо прокрашиваются, видите, да. Вообще, краска мне это нравится, она меня вполне устраивает и, в общем, я её пользуюсь постоянно. Я вам хочу по-быстренькому показать, что я заказала. Хорошенькие очки, да, прям такие. Что заказала я ещё? Значит, давайте я вам сейчас покажу просто вот этот крем для тела с технологией Деофрэш. Я нанесла его на руки и на ноги. Так крем, он вообще запаха не имеет. Он вообще не имеет запаха. Ну, когда вы его наносите на кожу, немножечко так запах вроде как открывается, и он такой лёгкий-лёгкий, такой отдалённый-отдалённый, ну, какой-то приятный. Я даже не могу его ни с чем ассоциировать, такой свежесть и запах. Мне понравился. Вот, что ещё я заказала из этой серии, я вам хочу сказать. Значит, у меня до этого я заказывала этот крем лифтинг для век. Ну, и уже раз я заказала вот такой крем, думаю, ну, ладно, я по этой серии пойду и закажу что-нибудь ещё. Крем против пигментации для лица и рук. Ну, вообще вот эта вот серия Доктор Кор, и оно вот такой голубенький цвет, это всё идёт на возрастную кожу. Поэтому крем против пигментации для лица и рук, это как раз, почему бы нет, у меня уже начинают немножко пятнышки пигментные появляться. Кстати говоря, краснота, она вот у меня через полчаса уже прошла после того, как я нанесла лифтинг. Термоэффект. Скажу я вам, что по ощущениям он такой же, как и тот, который я наносила, вот, антицеллюлитный. По ощущениям такой же точно. Ну, я думаю, эффект, наверное, тоже будет примерно такой же, потому что здесь состав чуть-чуть отличается, но, наверное, основные компоненты такие же. В общем, так же он наносится, значит, его надо помассировать 5-7 минут, и где-то в течение часа краснота пройдёт. Ну, у меня где-то минут 30, и она прошла. То есть первое время оно как, ну, как немножко печёт, как будто перцем намазали, ну, такое ощущение. Вот, так что я буду вот это вот использовать. Скачу я с места на место. Ладно, уже, раз мы эксперт уже начали показывать, эксперт, я вам что ещё хочу показать? Очень сильно ждала япачи для похудения в области талии и живота. Здесь три штуки. Его надевают, ну, как, надевают или прикрепляют на живот. Вот там как раз есть отверстие, где пупок. Вот этот вот пупок, надо отверстие, чтобы совпало, и на живот. И в течение 6-8 часов его носить. В общем, вот эти вот три патчи, я так поняла, три дня подряд можно использовать, но потом нужно делать перерыв. И вот этот комплекс можно где-то 2-3 раза в год даже. Вот так. Ну, конечно, рекомендации, они понятные, что нужно ещё немножко и как бы зарядку делать, и немножко в диете себя как-то вот придерживать. Понятное дело. Ну, очень нелюбопытно на эти патчи посмотреть. Давайте мы их раскроем. Я к этим патчам опять вернулась, потому что самое большое любопытство у меня вызвали эти патчи. Я вот из любопытства их прям заказала. Ага. Вот оно как выглядит. Интересно. Значит, здесь вот такая вот, вот такой патч, патч, их три штуки здесь, три. Вот. Они вот такие, то есть он вот такой вот, овальный. И вот это отверстие для пупка. То есть тут уже понятно, куда его приклеивать. Но его нужно носить 6-8 часов. И вот вопрос в том, что я сегодня собралась вроде бы как на выход. В гости, наверное, мне придётся сегодня ехать. Ну, не придётся, а как бы вроде как поеду ещё точно не знаю. Но я не знаю, как оно у меня будет эти патчи по ощущениям. Может быть, ну не знаю, может быть ощущения будут не очень приятные. И я не хочу сидеть в гостях, в общем-то, и ощущать какие-то неприятные ощущения. Так что, девочки, это я протестию обязательно, вам покажу. Но это будет не сегодня. Сегодня я просто сделала этот термоэффект. И уже, как говорится, процесс пошёл. Запустили мы этот процесс. Всё. По поводу эксперта, это вроде бы всё у меня. По эксперту у меня больше нет ничего здесь. И вот вернёмся мы, доктор Кор. Значит, вот это для пигментации рук лица. И вот это крем для лица с фитоэнстрогенами. Что это такое? Насыщенная ламеллярная эмульсия с комплексом фитоэкстрогенов и пептидами, созданная для кожи в период гормонального старения. Стимулирует синтез каллогена, укрепляет дерму, увеличивает прочность дермоэпидермального соединения. Повышает эластичность кожи, нормализует гидролипидный баланс, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты в коже, способствует клеточному обновлению, усиливает барьерную функцию кожи. В общем, нанесите тонким слоем на очищенную кожу лица утром и вечером. Прекрасно. В общем, ну вот это вот видите, это так крем я в основном взяла для лица, но это может быть будет утром, вечером. А вот против пигментации это уже надо будет посмотреть, как его тоже применять. Ну, в общем, для гормонального, для моего возраста, скажу так, просто, простонародно скажу. Так, все. Лифтинг для лица и век, вот этот крем, я уже его тестила. Ну, то есть не тестила, я им уже пользуюсь, я его немножко раньше заказывала. Мне он нравится, он такой приятный, на самом деле. Кстати говоря, что касается возраста, заказала я бальзам для губ, девочки. Антивозрастной, вот бальзам из всех бальзамов, у меня они есть разные. Там для объема губ, там с розовым немножечко этим оттеночком, объем там создает и так далее. Вот это витаминный бальзам с витамином Е. Вот этот мне больше всего нравится, он дольше всего держится хорошо на губах, не впитывается быстро. Вот этот антивозрастной просто клевенький. Ну, этот тоже хороший, в общем, ну, вот этот прям супер копия. Для меня это так. А еще я заказала вот Доктор Кор, это крем антиокне локального действия, девочки. Ну, есть просто как бы на лицо, но у меня без проблем, как бы вот по поводу, вот эти окне, да. Но иногда бывает где-то прещичек вот болезненный какой-то вот выскочит. И если вот чувствую я уже, что немножко побаливает где-то место, я знаю, что там полезет прещик, то я намазываю крем и сразу оно все проходит. И я не жду, пока уже вот это вот вылезет некрасивая штука, да. И раньше я заказывала крем антиокне, только такой вот с медицинским крестиком, но такого не было. И мне попался вот такой вот. Вот такой вот он небольшой, маленький. Ну, быстрого действия написано, быстродействующее средство для локального нанесения. То есть это непосредственно на какой-то прещичек. Ну, я это дело попробую, когда мне это будет нужно. Вот будет случиться, и значит тогда попробую. Так, а вот еще вот это девочке заказала. Активная сыворотка для роста ресниц. Это посоветовала подписчица 1124. И мне интересно посмотреть, что там, как оно выглядит. Это хорошо особенно тем, кто реснички вот делает, наращивает реснички. А после этого они потом редеют, там выпадают, и вот быстро растет. Растет благодаря вот этому средству. Ну, девушка одна попробовалась, подписчица написала, что очень хорошее средство. Прям здорово восстановила ей ресницы и все. Ну, так как ресницы... Здесь такая кисточка, видите? А, вот она. Здесь вот такая вот кисточка. Вот. И такая. То есть можно реснички, и там вот еще где-то у корней. Ну, это здорово, что так придумали. Классно. Я хочу тоже, чтобы у меня реснички, может быть, гуще стали. Я ресницы вообще крашу редко, но не наклеиваю их. Ну, я знаю, что это такое, когда выпадает. В общем, хочу вот это дело тоже попробовать и потом вам сказать, что как у меня изменения есть или нет. А то, может, уже все и не будет уже, может, никаких изменений. Девочки, что еще я заказала? Девочки, заказала я чай. Сейчас я вообще чай особо не люблю, но черный, как бы вот такой зеленый, там всякий не люблю. Но иногда бывает какой-то фруктовый чай, вот просто фруктовый, иногда приятно попить. И вот этот вот чай черный с ломтиками ананаса, апельсином и какао. Мне интересно его попробовать. Ну, тоже я буду пробовать его позже и покажу вам. Это здесь пакетики, 20 пакетиков должно быть, где-то написано должно быть. Еще здесь содержит корицу, цедра апельсина, какао. В общем, хороший такой вот составчик. В общем, потестим попозже с вами. Что еще? Заказала я соседке своей, красила ей вот такой краской волосы. Это салон, 5,4 у нее цвет. Она осталась довольна, я ей заказала. Говорю, давай, переходи на эту краску, хорошая краска. Она уход за волосами как раз взяла тоже вот такой вот бренд. Ну, салон тоже назывался. Вот, и уход, и краска, все ей понравилось. В общем, заказала красочку еще одну ей. Еще заказала девочке, очень мне нравится вот этот вот гель для душа. Я их заказываю все время разные. Вот на этот раз я заказала Марокко и Таиланд. Тут запахи приятные, вот, знаете, разных экзотических растений. Вот этот запах напоминает мне киви или что-то такое. А здесь запах апельсина. Ну, кстати, здесь апельсинчик нарисован и цветочек какой-то. Так. А здесь вот ананас и кокос. Ну, здесь фрукты запаха. Этот вот такой, фруктово-цветочный. Ну, в любом случае, хорошо распенивается. Очень такой классный вот гель мне очень нравится. Он недорогой. Так. Еще заказала я влажные салфетки для удаления пятен. Бывает, девочки, небольшое пятнышко где-то посажено. И чтобы вот это вот не заливать всякими пятновыводителями, очень удобно салфеточкой потереть и все. И даже сумочку кинуть с собой, если что. И вот удобная-удобная эта вещь. Ну, и заказала я себе это концентрированный стиральный порошок Color. Он у меня уже заканчивается. Я им пользуюсь давно. Мне он очень нравится. И так как он концентрированный, вот ложечка, чтобы не насыпать много больше нормы. То есть, если я даже там стираю чуть-чуть белья, то пол ложечки. Ну, если полный бак накладываю белья, то тогда ложечку вот так все безветло. Все, девочки, да, не все еще. Каталог, девочки, новый каталог, классный. 14-й каталог, период 27 сентября по 10-е, 10-е. С 27-го на 9-е по 10-е, 10-е. Ну, и какие тут будут у нас новиночки уже, что будет новенького, интересного. Это уже, я посмотрю в каталоге уже, это каталог на следующий период. Вот. Вообще, на самом деле, в Фаберли, конечно, здесь много, много всяких. И одежда есть, и сумочки там всякие. Ну, много всякого разного. Разные средства интересные. Все не перепробуешь. Хотя, иной раз, и хочется и то, и то, и то, и то попробовать всякое. Но, как говорится, все не перепробуешь. Все, девочки. В общем, на сегодня у меня все. То, что я протестила, хочу вам сказать, все мне нравится, все классное. Кстати, у меня моющие средства для купания тоже все. И для мытья головы все у меня от Фаберли. Я, в общем, качеством довольна. И цены мне тоже нравятся. Так что будем тестить дальше то, что я уже сегодня протестила. Вот сегодня больше я тестить ничего не собираюсь. Ну, а остальное, что я буду тестить уже во влогах, я буду вас вводить в курс дела, что я попробовала. И что я, какие ощущения имею. И вот это вот мне особо, особо очень нравится. И хочется, уже не терпится вот это дело попробовать. Вот так. Ну, все, мои хорошие. На этом я хочу видео свое закончить. Я что-то, знаете, сегодня думала еще что-то поснимать. Но на сегодня хватит. Я так думаю, что там уже достаточно поснимала. А то, что я буду делать дальше, уже я буду снимать во влоге. На этом я с вами прощаюсь. Ссылочку на Фаберли я оставлю внизу. Заходите по ссылочке. Обязательно что-нибудь хорошее, интересное для себя найдете. И пишите комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok